Смотрите, я очень много в последнее время читаю Новый Завет в свете Ветхого Завета, и вы знаете то, что я вообще в принципе люблю выискивать те места, которые упоминал в особенности Павел, потому что он был одним из знатоков Ветхого Завета, он был одним из самых лучших учеников Гамалиила, который был, есть такое место здесь называется, он Гамла, оттуда родом собственно Гамалиэль. И он был одним из его выдающихся учеников, он был настолько выдающийся ученик, настолько верный Богу человек, а тогда люди боялись Бога, мы с вами об этом уже говорили, что даже, вот говорят, иудеи никогда Бога не боялись, они лукавили, ничего подобного. Иудеи боялись Бога, и еще как. И вы знаете, Павел, говоря об этом, всегда говорит следующее, что если совесть обличает вас, то кальмипачи Бог, потому что Бог больше совести. И на чем он опирается, скорее всего, на услышанной истории из Евангелия, когда, помните, привели женщину, увлеченную в прелюбодеянии, и Иисус увидел это все, сказал, хорошо, повелевал Моисея, значит, камнями забрасывать, давайте забросим. Только пусть первый кинет в нее камень тот, кто вообще без греха. И понимаете, что он единственный там был без греха. Он ведь это сказал, потому что он был без греха. Он мог бы бросить камень, но он потом подтвердил свои слова, он говорит, где твои обвинители? А обвинители ушли оттуда, обличаемые совестью. Они ушли, и он сказал, я не осуждаю тебя, единственный находящийся там без греха. Иди и впредь не греши. И Павел очень много говорит о богобоязненности, и, наверное, поэтому очень много в его проповедях, в его письмах, в его посланиях к разным церквям есть мест, на которые он ссылается. И вот сегодня я хочу, чтобы мы одно из таких мест с вами разобрали. Оно коротенькое. Это первое послание фессалоникийцам. Был такой город, есть фессалоники. Салоники. Сегодня мы его знаем как фессалоники. Это было фессалоники сегодня. Там была церковь, и церковь хорошая, которая стояла на слове Божьем. Церковь, которая любила Бога, боялась Бога. И Павел писал два послания к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам, пятая глава. Это кто имеет сильно дальний перевод Библии, 249-я страница Нового Завета. Пятая глава с 14-го стиха. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпивы во всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Интенсивно молитесь. Да, у меня тут красная ручка, интенсивно. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Это он второй раз говорит уже об этом. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, или целости, в разных переводах по-разному, да сохранится без порока и в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Амин. И вы знаете, когда читаешь это местописание, в принципе, можно было его больше и не расширять. Это достаточно было. Все послание сосредоточено именно в этих словах. Но давайте разберем его по кусочкам. Почему Павел говорил именно фессалоникийцам и только фессалоникийцам именно эти слова. Я думаю, что если мы бы с вами сегодня перенеслись в фессалоники, то мы бы увидели, что эта церковь на самом деле могла бы служить примером. Ну, исходя из того, что пишется и в первом, и во втором послании фессалоникийцам. Он в том, что они действительно много молились, много делали добра, и он просто ободряет их продолжать жить точно так же. То есть он им не объяснял, простите, он им не объяснял, там стоит моя чашка чая приготовленная, пожалуйста, можно. Что нужно делать, как молиться, как поститься, как там что-то еще делать. Он просто говорил, держитесь хорошего, всегда молитесь, всегда радуйтесь. Он напоминал им, что они делают каждый день. И продолжайте делать то же самое. И вот давайте по очереди все это. Первое, он говорит, братья, вразумляйте бесчинных. Кто такие бесчинные? Ну, в принципе, уже об этом говорили как-то раз, но давайте попробуем еще раз. Кто помнит, что такое бесчинные? А что такое чин? Они не признают чинов, а что такое чин? Это же мы, у нас же, это старорусский перевод, да? Старорусский, почти древнеславянский. Его еще многие называют сильно дальний, да? Что такое чин? Нет, чин это порядок. Чин это порядок. То есть люди бесчинные, это люди беспорядочные. То есть люди, которые не признают порядка. Наш Бог, он Бог порядка. Он из беспорядка сделал порядок. Помните, что вначале сотворил Бог небо и землю? То есть всегда так создается. Мы же по образу и подобию Бога созданы, правильно? Сначала создается что-то, оно беспорядочное, а потом в нем начинает устраиваться порядок. Потому что Бог создал небо и землю, земля была пустынна, безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водой. То есть земля была, был беспорядок и была вода. И над всем этим господствовал Господь. И вот он говорит, что бесчинных нужно вразумлять. Что значит вразумлять? То есть нужно работать с теми, кто не признает порядка, объяснять им, что такое порядок. У меня вот здесь вот даже написано сбоку, еще когда, помните, в мою бытность молодежным пастором, я эту часть рассказывал моим подросткам. Это говорится о работе с подростками, работе с духовными подростками. Если у кого-то есть подростки, вы знаете, о чем я говорю. Это люди, которые хотят свободы. Как один из моих знакомых написал цитату одной из дочерей своих друзей, может быть свою внучку, я не знаю, но там написано «Люди созданы для счастья, а не чтобы слушаться». Пять лет ребенку. Понятно? Люди созданы для счастья, а не чтобы слушаться. И вот с такими людьми, как вот эти вот дети, которые хотят свободы, они хотят везде быть, они хотят все делать самостоятельно, они не хотят слушаться, они не для этого рождены, они для счастья рождены. С ними нужно работать, их нужно вразумлять, им нужно объяснять. Вопрос, послушаются ли они? Вряд ли. Согласны? У кого подростки есть дети? Вряд ли послушаются. Но почему нужно все равно, он говорит, вразумлять? И он говорит, это вразумлять в совершенном, в продолженном времени, да, то есть в настоящем продолженном времени, то есть делать это постоянно. Потому что если мы будем напоминать людям постоянно о порядке, как Бог нам напоминает. Смотрите, это уже конец Библии фактически, да? А Бог нам уже сколько книг подряд напоминает о порядке? Идивое терпение не заканчивается. Он аж от исхода из Египта все вразумляет нас и вразумляет, и вразумляет, и вразумляет. А мы все не вразумляемся, не вразумляемся, мы рождены же для счастья, а не чтобы слушаться. Так? Дальше. Он говорит, утешайте малодушных. Кто такие малодушные? Душа маленькая. Да, ну так, а если серьезно, кто такие малодушные? Трусливые, слабые. Люди, которые идут на компромисс. Разные есть варианты. Давайте с вами вернемся в Нагорную проповедь. Кто блаженный? Нищие духом. Нищие духом это люди, которые все уже, они больше, их духа уже не хватает дальше продолжать. Это не те, кто нищие духом, что вот они такие недуховные или еще какие-то. Нет, они просто, у них просто духу больше не хватает. Они вот выдохлись. Они нищие духом, то есть обнищали, потеряли дух, вот этот внутренний свой. И вот он здесь говорит, что таких людей нужно утешать. У нас в каждом из наших кругов общения есть человек, который все уже, у него больше сил нет продолжать. Помните, как в этих фильмах про войну? Брось меня, командир. Вот такие есть. Это как раз малодушие. Это не смысл, что человек с малодушный, как сегодня говорят, он как-то подло поступил. Нет, это человек, который больше не может терпеть все, что с ним происходит. И напоминаю, что тогда уже были гонения на христиан. В греческой империи гнали язычники, здесь уже на них выступали фарисеи, книжники, не любили. Гонения на христиан были. И вот люди, которые, вот они хотят верить, но у них больше духа не хватает. И Павел призывает их заботиться об этих людях. Давайте с вами вспомним исход евреев из Египта. Было ли там такое? Призывал ли Бог когда-нибудь заботиться о малодушных? Кто помнит? Были такие случаи в пустыне? А? Были? Ну, вспомните мне хоть один. Да не было там таких случаев. Почему? Потому что Бог тогда являлся видимо для всех. Его все видели на протяжении сорока лет подряд. Все видели его чудеса, все видели его знамения, видели огненный столб, видели облачный столб. Он разговаривал прямо с Моисеем там, иногда даже с некоторыми другими людьми. Земля пожирала от тех, кто был непокорен и так далее. Люди видели каждый день фактически Бога перед собой. Те, кто сегодня верит в Бога, это те люди, которые, ну, они блаженны. А знаете почему? Иисус так сказал. Иисус сказал своим ученикам. Помните, последний день, когда он пребывал с ними, когда Фома был неверующим и уверовал. Он сказал, блаженны вы, увидевшие и уверовавшие. Но более блаженны те, кто не увидел, и поверь. Мы с вами не видели живого Христа, ходящего по земле рядом с нами. Мы видели его, возможно, в откровениях. Мы видели его с вами во снах. Может быть, он являлся нам явно в виде какого-то видения. Он живой Бог, он общается со своей паствой. Но он вот рядом с нами, как человек. То есть мы его никогда не трогали за руку. Он нас не отчитывал за то, что мы маловерные. Он не успокаивал бурю прямо перед нашими лицами. И мы с вами более блаженны, чем те самые 12 апостолов. Потому что мы не видели и уверовали. И вот здесь как раз он говорит, что те, кто не верят, а им тяжело, те, кто смолодушничал, им тяжело, потому что они верят в невидимого Бога. Где-то еще в Писании написано, тяжело верить в невидимого Бога. Но Иисус говорит, что Царство Небесное от Иоанна до наших дней усилием берется. И когда мы приходим к невидимому Богу в своей тайной комнате, Иисус что говорит? Видя ваше тайное, воздаст вам как? Явно. То есть, когда мы приходим в тайной комнате, зная, может быть, что там сейчас никого физически нету. На физическом уровне там никого нет. Там нет огненного столба, облачного столба. Сейчас манна не начнет там сыпаться. И не начнет, может быть, перепелки там валиться с каждого угла. Да? Но мы приходим и взываем в тайной комнате к тому живому Богу, в Которого уверовали. И у некоторых не хватает Духу это сделать, потому что они понимают, что они на каком-то этапе сдались. А Иисус говорит, что претерпевший до конца спасется. И вот представьте, что такие люди, у которых сегодня нет духа продолжать дальше, они боятся, а вдруг они не спасутся. Вдруг они не претерпят до конца, они уже сдаются сегодня. И вот таких Павел призывает утешать. Это наша обязанность с вами, каждого в церкви. Но он это не говорит пасторам и лидерам служений. Он это говорит всем, кто верит в Иисуса Христа. Дальше написано, поддерживайте слабых и будьте долготерпивы во всем. Вы знаете, что я вам скажу? Как бы мы с вами не кичились своей сильной волей, своим духом, мы пришли к Богу когда-то, когда покаялись. И мы пришли туда слабыми. Мы пришли слабыми, потому что мы сдались перед грехом. Мы все сдались перед грехом. Грех оказался сильнее нас. Он подавил нас. И Писание говорит, что те, кто еще не уверовали, там написано так, что всякая тварь совокупно стинает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Его покорилась она не добровольно, но по воле покорившего ее. То есть царь этого мира, да, сатана, как мы его называем, Люцифер, он просто оказался сильнее каждого из нас. И мы пришли слабыми. Мы сопротивлялись, 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 по конец концов, сдались. И вот те, кто говорят, ушел во все тяжкие, это люди, которые сдались больше всего. И вот таких слабых, которые только-только уверовали в Бога, которые еще только набираются сил. Знаете, как дети, которых, вот голодные дети, которых в Африке спасают, их начинают кормить по чуть-чуть. Потому что им нельзя много сразу съесть, им плохо станет. Их по чуть-чуть кормят, по чуть-чуть держат за ручку, ведут, поят водичкой. Они приходят в себя потихонечку. И в конце концов они становятся нормальными детьми, как и все остальные. Они уже смогут развиваться со всеми остальными. Это такой физический пример, что называется. Здесь он говорит о том, что нужно слабых поддерживать, а самое главное быть в долготерпении. Если мы не будем терпеливы, как Бог с нами был терпелив, я не знаю, как с вами это происходило. Возможно, вы тоже такое же свидетельство имеете. Но когда я покаялся, мне сказали, это твой небесный отец. Я, Бог твой, я ныне родил тебя. Я сказал, ага, понятно, кому я сейчас буду все претензии за всю свою жизнь предъявлять. И я пошел предъявлять ему претензии. Полгода я ходил и предъявлял ему претензии. Я спрашивала, почему вот здесь было так, а почему ты это допустил, а это почему допустил, а почему вот здесь вот так. И он очень терпеливо со мной разговаривал голосом в мои уши. Я такого больше не помню, чтобы он разговаривал с в пустыне. В какой-то момент написано, больше не появлялся облачный столб и не появлялся огненный столб. И мана прекратила сыпаться. Когда? Когда мы были готовы. Вот когда я был готов, пока я не был готов, он со мной терпеливо работал. Я был вот такой вот малодушный, бесчинный. Вот все, что написано про меня, когда я покаялся. Я вот такой был. Я думал, что я умнее всех. И он меня терпеливо очень доводил до ума. И у меня был такой период моего становления, возрастания, да, от младенца, ну будем сказать так, до юноши духовного, один на один с Богом. Ну вот так получилось. И он меня утешал. И вот эти слова меня очень сильно касаются, потому что он мне показал, как я должен с другими работать. И вы знаете, что я могу сказать? У меня не получилось. У меня не получилось. Я проповедовал многим людям Евангелие. Покаялась несколько семей. Многие из них служат до сих пор. Многие отошли. У меня не хватило терпения. Потому что они где-то проявляли малодушие, они где-то проявляли слабину, они где-то проявляли бесчинство. А у меня терпения не хватило с ними дойти до конца. А у Бога хватило на меня. Но я верю, что все, что делаем, содействует ко благу. И я думаю, что тот, кому нужно... То есть я посеял, а кто-то пожнет. Ну так написано в Писании, что мы будем сеять, и кто-то будет пожинать. Но сегодня я как бы хочу доводить каждого до ума, что называется. Доводить каждого, вот если Бог мне его доверил, довести его до состояния, хотя бы юноши. Когда он уже... он еще не подросток, то есть он уже не барахтается там, не кричит везде, я тут умнее всех. Но он еще не взрослый. Он юноша, он способен принимать решения правильные. Вот до такого уровня нам нужно довести каждого человека. И дальше написано, смотрите, чтобы никто не воздавал вам злом за злом. Но всегда ищите добра друг другу и всем. Смотрите, что происходит. Это парадокс на самом деле Библии, потому что вот на основе таких вот парадоксов очень многие атеисты с нами спорят и говорят, ваша Библия полна противоречий. Бог, с одной стороны, говорит, если глаз кому выбили, выбей ему глаз обратно. Кому-то зуб выбили, выбей ему зуб. Ну, так же? Ветхий Завет. А потом Иисуса спрашивают, а на чем, собственно, закон строится? Он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть сначала нужно полюбить себя, а потом ближнего своего. Многие, кстати, христиане не согласны с этой формулировкой. Они говорят, не нужно любить себя, нужно любить ближнего своего. А как ты можешь любить ближнего, если ты не знаешь, как любить себя? Не можешь. Но с другой стороны, закон также говорит, кто выбил тебе зуб, выбей ему тоже зуб. Зуб за зуб, око за око. Парадокс. На самом деле парадокса никакого нет. Я никогда не буду убивать, выбивать другому зуб, если у меня нет на этого никакой причины, если я к нему хорошо отношусь. Как выбивают зуб? Выбивают либо случайно, по поводу случайности, кстати, в законе тоже написано, или специально. Но Иисус не отменяет. Он же сказал, я пришел сюда не для того, чтобы отменить закон, но чтобы исполнить его. И он пришел и сказал, что мы должны полюбить другого человека. Когда человек ищет выбить кому-то зуб, это зло за зло, да? Он ищет справедливости. Ну так ведь? А Бог не хочет, чтобы мы по справедливости. Потому что Писание дальше говорит, через послание Якова написано, «Суд без милости, не оказавшему милости, ибо милость превозносится над судом». То есть, если кто-то причинил мне боль, а там же много таких было, смотрите, на христиан было гонение, если кто-то причинил мне боль, что мне с ним делать? Потребовать справедливости или все-таки по милости с ним обойтись? Это очень большой вопрос. Потому что мы обычно как хотим? Мы хотим, чтобы с теми, кто против нас по справедливости, а с нами по милости. Ну так обычно бывает. И мы же чего вот как... Ну, кстати, это не то, что мы такие грешные с вами. Нет, Давид к этому же самому призывает. Он говорит, «Господь, вмешайся, сокруши их кости, сокруши их зубы. Я-то не буду этого говорить, но ты сокруши». Потому что по справедливости надо. Бог сокрушал их кости? Нет. Но Бог отводил от Давида это. И он показывал ему, как на самом деле должно быть. И когда пришли люди, которые хотели убить Иисуса, они же уже почувствовали силу имени Иисуса, да? Говорят, бесы повинуются. Если духовный мир повинуется, то материально это тем более будет повиноваться. Они говорят, «Слушай, давай низведем огонь с неба, и пусть пожрет их». Он на них смотрит и говорит, «Бедные вы люди. Разве вы этим духом познали Бога?» И он это доказал. Они, может быть, этого и не поняли тогда, но он это доказал на кресте. Смотрите, мало того, что он пострадал за каждого из нас на кресте, он испытывал жесточайшую боль. Он умирал в жутких мучениях. Ему говорили, «А, других исцелял, сам себя исцелить не можешь. Давай, сойди с креста». Вот как его человеческая плоть хотела сойти с креста и дать в глаз тому, кто это сказал. «Но дух, который в нем, дух Божий, он продолжал висеть на кресте. Он держал его на кресте. Не веревки, не гвозди, а дух Божий держал его на кресте. Потому что он пришел, чтобы духом победить дух. Дьявол – это дух. И он сказал, что князь мира уже побежден. И вот этим духом милости, духом благодати, духом прощения он победил дух зла, дух справедливости, который есть здесь. И эта справедливость не Божья, кстати. И вот теперь он говорит такую фразу «Всегда радуйтесь». Были на ТБН недавно, как раз задали на вопрос, «Как можно всегда радоваться?» То есть что нужно сделать? Повесить на себя американскую улыбку и ходить. И радоваться всегда, да? Я таких психушки видел много. Они всегда радуются. У них нет причины для того, чтобы не радовать. На самом деле радоваться – это испытывать особенную радость. Это испытывать радость в Господе. Это не смысл, что я всегда должен плясать и веселиться, мне скажут «Сосед умер, ааа, классно». Нет, это не та радость. Радость – это когда я знаю, с кем я, я знаю, чей я. И радость – это когда у меня есть определенное состояние, которое его другой не испытывает. И мы должны его испытывать так, чтобы другие почувствовали, «Слушай, что с тобой?» «Почему я такого не испытываю, как ты?» То не обязательно ходить с улыбкой с 32 зуба и рассказывать, что у меня все хорошо, хотя внутри все плохо. Да? Это американская мечта такая. Кто видел ролик, который я скинул в группу, там про «Когда будет хорошо?» «Хорошо уже было». В смысле, говорит, было? Ну вот, понимаешь, как в прошлом году все рассказывали, как плохо, как ничего не получается, денег нет, так вот это было хорошо. И он говорит, так я теперь буду всегда рад, потому что не знаю, как будет дальше. Вот это и есть та радость, понимаете? То есть мы живем сегодняшним днем. Это то, о чем говорит Иисус, там вот, еще вот возле Нагорной проповеди где-то. Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Всякому дню достаточно своих забот. Это не значит, что мы должны сегодня, что там, выиграли миллион долларов в лотерею, а пошли все прогуляем. Нет, это не об этом. Мы не можем жить будущим. Мы можем жить только настоящим. Потому что прошлое уже не изменить. Это никому не нужно. Это все уже сделано. Вы можете изменить прошлое? Нет. Бог может, а вы нет. В будущем жить, это жить надеждой. А надежда, конечно, не постыжает. Но если мы будем все время жить в завтрашнем дне и заботиться о том, что у нас будет завтра, что мы будем делать сегодня? Мы должны жить верой. Праведник написано, чем живет? Верой. Вера – это то, что мы знаем, что Бог о нас заботится сейчас, Он будет заботиться о нас и завтра, потому что Он Бог сегодняшнего и завтрашнего дня. С кем-то у нас был разговор? А, с моим другом, вот буквально вчера. И он говорит, что Бог нам дал время для того, чтобы мы готовили себя к чему-то, проходили какие-то этапы. Я говорю, да, именно так, потому что у Бога времени нет. У Него нет такого понимания. Время Он создал для нас. У нас есть сегодня, есть завтра, есть послезавтра. А у Бога нет. Он уже создал и начало, и конец. У Него уже все есть, как бы целостное. И поэтому Он точно знает наши, вернее, свои мысли о нас, во благо, а не во зло. И поэтому мы должны в это верить, это знать. Потому что выписано, что в постании к евреям написано, как? Что тот, кто приходит к Господу, должен знать, что Он существует. И ищущим Его Он воздает. То есть, Он говорит, всегда радуйтесь, не в смысле, ходите там и веселитесь, или там это, ну, как это сказать, возлияние там непотребное производить, и гуляйте. Нет, не к этому. А к тому, что мы верим в то, что Бог сегодня, вчера и во веки тот же. И если Он сегодня о нас заботится, то завтра Он тем более о нас позаботится. Потому что Он Бог и завтрашнего дня тоже. К этой радости Павел призывает. Он говорит, непрестанно молитесь. Что значит молитва? Очень много извратилось в плане молитвы за последние две тысячи лет. Молитва – это пребывание в взаимоотношениях с Богом. Ну, так? Написано же, что когда Бог, когда Иисус ходил молиться Отцу, Он с Ним беседовал. Ну, так же было? Если Бог ему лично не отвечал, то кто приходил? Ангел. Ангел приходил и утешал, ободрял, служил. Бог не оставляет. Кстати, этим Он показал, что Он сам, как Отец, не является физическому лицу. Ну, в смысле, телу. Являются ангелы, являются облако, является голубь, является голос. Но не сам Бог Отец. Потому что написано, что Бога не видел никто и никогда. Какого Бога имеется в виду? Бога Отца. И непрестанно молиться – это постоянно находиться в диалоге с Богом. Вот есть такое движение «What will Jesus do?» www.jd. «What will Jesus do?» Что бы сделал Иисус? Как мы можем знать, что бы сделал Иисус? Вот здесь написано. Здесь все, что Он бы сделал, написано. Но еще, когда Иисус не знал ответов на вопросы, или у Него были сомнения, что Он делал? Он уединялся и молился. А что значит молился? Не значит, что Он там «Господи, дай мне новую машину». Нет, Он спрашивал у Бога вопросы, предлагал Ему варианты. Помните? «Если возможно, то пусть минует меня чаще, если я, но не моя, но твоя это будет». Это общение, это живое. Бог хочет, чтобы мы с Ним вживую общались. Он хочет, чтобы мы с Ним обо всем говорили. Не о том, что вот у нас сейчас денег не хватает, давайте Богу помолимся, Он даст. Не даст, Он не монетный двор, Он не выдает купюры. Он не печатает их. И Ему самому деньги не нужны. Он хочет, чтобы мы попросили у Него открыть новые окна возможностей. И Он даст эти окна возможностей. Это описано очень хорошо в истории с Лазарем. Помните? Когда сообщили Иисусу, что Лазарь умер, а ученикам Он сказал, что? Что Он спит. Они не поняли, ну что, Он успит и спит, а что? Нормально. Устал человек, спит. Так Он говорит, да умер Он, умер. И мы сейчас пойдем к Нему. Ученики что сказали? Ну пошли, умрем вместе с Ним. Почему умрем вместе с Ним? Потому что нужно было идти в Иудею, а иудеи хотели Его убить, Иисуса. А и пойдем умрем вместе с Ним. Ну что, мы же за тобой идем. Умирать так умирать. А окно возможностей было как раз в тот день, когда Иисус пришел. Ему нужно было, чтобы все убедились в том, что Лазарь четвертый день в гробу, в бинтах, смердит. Смердит это от слова плохо пахнет. Очень плохо. То есть, вообще плохо. Это окно возможностей. Когда уже никто не верит, когда уже у всех то самое малодушие, что они же хотели, чтобы Лазарь был жив. Но их стараний уже не хватало. Пришел Иисус, это было окно возможностей. Он подошел просто к этому гробу и говорит, отвалите камень. И говорит, Лазарь, выходи. Вы себе представляете вообще лица тех людей, которые увидели вот эту картину, когда этот Лазарь, он же не шел пешком, он же не вышел вот так вот, потянулся и пошел. Нет, он, простите, был перевязан, на нем было 30 килограмм мастики, которая должна была полностью поглотить его плоть. И в бинтах, он скачками передвигался, вот так, в бинтах. Ну и люди увидели это. И уверовали написано. Во что? А Иисус устроил как раз все так, чтобы они уверили в Бога Отца. Потому что он к Богу обратился и попросил Его воскресить. Хотя он сам мог подойти и сказать, выходи. Все же Его, он же все положил к ногам Его. Нет, он публично Отца попросил, чтобы тот по его просьбе воскресил Лазарь. И люди уверовали. Вот это и есть молитва. Когда мы в любом случае приходим и просим у нашего Небесного Отца то, что нам нужно. Когда дети хотят кушать, они не встают на колени. Они не идут работать. Они не идут, не знаю куда еще. Они приходят к холодильнику, открывают холодильник, достают и едят. Потому что они верят, что их родители туда положили еду. Наш Бог дал нам все. Почему мы не верим, что оно есть? Потому что мы не молимся. Потому что как молимся, так и живем. Как живем, так и молимся. Поэтому Павел говорит, непрестанно молитесь. Всегда пребывайте в диалоге с Богом. За все благодарите. Причем он уточняет, ибо в этом есть воля Божия о вас. За что благодарить? Да за все. Вот за все. Что бы ни случилось, за все благодарите. Хорошо вам кажется, благодарите. Плохо кажется, благодарите. Почему? Потому что хорошо это подарок, плохо это урок. Уроки тоже нужно уметь принимать. Разные бывают уроки. Бывает, ходишь на урок, думаешь, все знаешь, приходят экзамены, оказывается, ничего не знаешь. И все. Бывает и такое. И не надо себя за это казнить. Нет, ну просто нужно из этого извлечь урок. То есть в следующий раз, когда буду что-то преподавать, нужно сидеть и слушать, а не ворон считать, как говорится. То же самое здесь. За все благодарите. За уроки благодарите. Духа не угошайте. Духа не угошайте, говорит. То есть, какого духа? Дух это тот, который в нас есть. Да, вот тот, который в нас вселился, когда мы покаялись. Это дух, который в нас внутри. Это другой дух. Это не дух этого мира. Если мы будем его говорить, ему так, ну ты подожди сейчас, нужно вот так по-мирски сделать. Чтобы все поняли. Нет, это есть угошать духа. Потому что, если, поймите, что, простите, тот, Иисус сказал, тот, кто в вас, больше того, кто в нас. Вернее, смысл, больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И если мы его угошаем, то он не будет являться другим. Они его не увидят. Вы знаете, когда слепой Вертимей сидел у обочины, Я напомню, он был слепой. Все помнят? Вертимей был слепой. Он встал и подошел не к Петру, не к Иоанну, не к кому-то. Он подошел к Иисусу и сказал, Иисус, сын Давидов, если хочешь, исцели меня. Почему? Потому что, когда Бог посылает Духа Своего, этот Дух идет впереди Него. И это то, что Иисус показал. Он сказал, что плоть, она немощна. Но Дух, который вокруг этой плоти, Он окружает меня, идет впереди меня. Настолько Он идет впереди меня, что женщина, которая никак не могла исцелиться, уверовала, что если дотронется даже до одежды, исцелится. Иисус что сказал? Сила, говорит, вышла из меня. Он почувствовал, как она напиталась этим Духом. Но ты не знаешь, что, знаете, сила вышла, и Он как этот самый, как его звать, Самсон, раз и ослабел. Нет. Она вышла из Него, но Он-то наполнен этим Духом. Он часть Божественного. А сегодня мы такие. Он в нас живет. И мы не можем угошать этого Духа. Пророчество у Него не чижайте. Что значит пророчество? Сегодня многие говорят, пророчество, это придет кто-нибудь, вот так вот поднимет руку и скажет, «У тебя будет то, и у тебя будет это». Может быть, и скажет. Может быть, Бог это хочет до вас донести сейчас, что он это скажет. Но пророк – это человек, который общается с Богом, ну, фактически лицом к лицу. Это раб Божий. Что такое раб? Что говорит Бог? Он говорит, я ничего не делаю без того, чтобы сообщить об этом рабам своим пророкам. Кто такой раб по тем временам? Это человек абсолютно верный своему Господину. То есть во всем. Хотя мы видим некоторые примеры отрицательных. Например, и он. Он пытался съехать с этой темы. Не получилось. Но он был верным до конца. Поэтому пророчество, то есть, когда приходит человек, или у вас вдруг появляется общение с Богом, он вам что-то говорит, сделает, не сопротивляйтесь этому. Потому что все, что Бог делает ради того, чтобы слава его явилась на этом свете, он всему даст обеспечение. Ну, представляете, Сафония бедный. Жил себе, жил нормально. А потом, говорит, возьми себе блудницу в жены. Да? А детей как назови? Одна неутешенная, другая там, что не мой народ вообще там. Вот представьте, как детей назвать так. Ну, вообще просто. А у него другого варианта не было. Бог ему воздал за это. Но у Бога иногда бывают варианты, когда он знает, что делает. Нам нужно ему доверять. И вот это и есть пророчество. Иногда нам кажется, что Бог делает что-то непонятное. Ну, зачем мне это? Ну, я-то тут при чем? Я молодой, там, я такой. У нас было два таких случая уже в Библии. Один звали его Моисея, другого Еремия. Пытались съехать с темы. Один говорит, я не умею разговаривать. А второй говорит, я молодой, и что? Бог говорит, иди. Все хорошо. И они шли и делали все, что нужно. Потому что Бог, если нам что-то проговаривает, Он это все обеспечивает. Все абсолютно. И дальше он говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Что значит все испытывайте? Знаете, некоторые говорят, ну, сейчас уже, я же во Христе, я же все могу в укрепляющем Меня, Иисусе Христе. Я все могу с помощью того, кто дает мне силу. Я сейчас, как Павел уже говорит, нужно мне для эллинов стать эллином, для иудеев – иудеем, для алкоголиков – алкоголиком, для наркоманов – наркоманы. Я все могу в укрепляющем Меня, Иисусе Христе, чтобы им проповедовать по сути. Для того, чтобы проповедовать буддистам, или там, я не знаю кому, индуистам, не нужно читать бахават-гитву. Да просто времени жалко, вы его никогда не прочтете. Это больше трех тысяч страниц. Или Коран, например, чтобы проповедовать мусульманам. Не нужно этого делать. Если Бог посылает нас куда-то, Он все уже обеспечит. Все абсолютно. Поэтому нужно, конечно, испытывать. Что значит испытывать? Испытывать имеется в виду исследовать. Ну, хорошо, почему мне нужно проповедовать мусульманину? Хотя они тоже верят в Иисуса, если вы не знали. Мусульмане верят в Иисуса. Только не в Бога, а в пророка. У них он тоже есть, только пророк. И не он спаситель, а Махди. Например. И если мне говорят, ну, мусульмане тоже верят в Иисуса, и они тоже исповедуют того же Бога Авраама, Исхак и Якова. Нет. Нет. Мне нужно им проповедовать, потому что они не исповедуют этого Бога. Дальше, если Бог хочет, чтобы мусульманин покаяться, он покаялся. Если не хочет, не покаяться. Мы можем ему упроповедоваться там. Но для этого не нужно изучать Коран, ходить в мечеть, там и так далее. Или там в какую-нибудь пагоду, как они там называются эти буддистские девайки. Ну и храм, короче. Не нужно туда ходить. Нужно просто помолиться, поговорить с Богом и спросить. Вот я, пошли меня, куда ты хочешь, чтобы я шел? А Иисус посылает своих учеников туда, куда прежде сам хочет идти. Если он хочет туда пойти, он вас туда пошлет. Не хочет, не надо ходить. А то мы же любим проповедовать там, где нам удобно. А не там, где Бог хочет, чтобы мы этого делали. Потому что если бы нам было удобно, Ионе было удобно проповедовать в Ниневе, и он бы туда побежал. А ему там было совсем неудобно проповедовать. Ему было удобнее проповедовать у себя в Иерусалиме. Ну или в крайнем случае там язычником на корабле. Что он, кстати, сделал. И они все уверены, кстати. А в Ниневе совершенно не было удобно ему. Поэтому нужно испытывать, имеется в виду, исследуйте, нужно туда идти или не нужно, и хорошего держаться. Что значит хорошего? Хорошее – это не то, что хорошее в нашем понимании, хорошее в том числе в понимании Бога, что Ему выгодно. И удерживаться от всякого рода зла. То есть, опять же, мы говорим о добре и зле. Хорошего мы должны держаться, а всего злого избегать, удерживаться от этого. Но кто решает, что хорошо, что плохо? Только Бог. Когда мы начинаем брать на себя полномочия Бога и решать, что такое хорошо, что плохо, то тогда найдется какой-нибудь змей, который придет и такого нанесет. У него это классно получается. И все. И опять у нас разрушены отношения с Богом. Потому что мы взяли на себя его полномочия. Он решает, что хорошо, что плохо. И слава Богу, вот, кстати, у пророков и апостолов этого не было. А у нас есть Библия полностью, вся 66 книг. Вот у них Нового Завета не было, например. У них был только Ветхий. А у нас есть и Ветхий, и Новый. То есть, Новый Ветхий – это пояснение Ветхого. Мы теперь все знаем. Теперь вопрос. Если мы все знаем, как мы можем этого все не делать? А потому что так устроена человеческая природа. Дьявол так постарался нам запудрить мозги за 2000 лет, что человек не будет делать то, что нужно делать, даже если он точно знает, что нужно делать. Почему? Потому что он говорит ему, ну, сам посуди. Оно тебе надо. Пусть что-нибудь другое сделает. Вон служитель, вон пастор, вон пророк, вон евангелист. Бог же это поставил. Это их работа не твоя. И мы тогда громкими вот этими лозунгами начинаем прикрывать собственную безнесостоятельность. А мы, наша задача, что сделать? Наша задача – пойти и быть ему свидетелем в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Он говорит – пойдите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это наше предназначение. И там Бог все усмотрит. И вот дальше, когда он все это рассказал и показал им, на что обратить внимание, он говорит теперь – сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Вот я думал, ну что же это за фраза-то такая? Осветит нас во всей полноте. Мы же как привыкли освещать-то. Вон картинку показывали. Батюшка в скафандре, да, против короны, с этими масками там, со всеми делами. У него тут чаша, этот веничек, и вот он идет, значит, освещает. Нет, по вере вашей да будет вам, я ничего против не имею. Да? Как бы, во что женщинам, ну нигде же не написано в Писании, что нужно трогать одежду учителя, чтобы исцелиться, правильно? Она же поверила и исцелилась. Поверить она же и будет нам. Но если кто-то верит, что его побрызгают, значит, святой водой он исцелится, слава Богу! Может быть и исцелится, я не знаю. Поверя его да будет ему. Но здесь не об этой святости говорится. Я открыл греческий язык, и там написано, что Бог, вот тут написано, да, Бог мира, имеется в виду Бог всего того, где мы живем с вами, отделит вас полностью. Отделит. Помните, что сказал Бог апостолам, когда нужно было проповедовать евангелия язычникам? Он сказал, отделите мне Павла и Варнаву. Почему он сказал, отделите мне? Они должны были быть полностью выведены из-под чьего-то воздействия, из-под чьего-то контроля. То же самое здесь. Он нас полностью отделит. Ради кого? Ради себя. Он говорит, я делаю это все не ради вас, не ради Израиля, я делаю это, говорит, ради имени своего. Он полностью нас отделит. Но понимаете, в чем вся проблема? Когда мы отделяемся от чего-то, вот дети, как они, вчера картинку классную видел в фейсбуке, до чего дожили, да? Мы проповедуем Слово Божие и говорим, что видели в фейсбуке. Я думаю, что генералам веры это не понравилось. Но тем не менее. Девочка пришла в магазин с папой, ну, видео кто-то заснял, и папа ей говорит, вот это берем, а это не берем. А она хочет то, что он сказал, не берем. Она ухватилась двумя руками за полку и не отпускает. А ему надо уходить. Он ее, значит, в охапку вот так и идет. А она по полке скользит, и все, что за ней, все падает с этих полок. Представляете? И потом, полка закончилась, она отцепилась. Она упала на пол, начала дергать ногами. Он ее схватил за капюшон и вот так за собой тащит к выходу. Вот Бог не хочет, чтобы мы цеплялись за то, что он говорит, не надо, цепляться. Мы все цепляемся за мир, за мирские удовольствия, за мирские всякие вещи, которые нам нужны. Они нам нужны, я не говорю, что нет. Нам нужна квартира? Нужна. Нужна машина? Нужна. Нужны деньги? Да. Работа нужна? Да, нужна. Бог говорит, но Бог говорит, если я хочу вас отделить, я вас отделю не для того, чтобы вы остались без квартиры, без машины, без средств существования. Я хочу, чтобы вы отделились духовно от этого мира, перестали от него зависеть. Он же говорит, только что, со мной разговаривайте, не с начальником, а со мной. Я все устрою. Он же говорит, я царей ставлю и не спровергаю. Я страны создаю и их же рассеиваю. А мы разговариваем с начальником. А начальник не спровергает царей. И вот он говорит, что я отделю вас полностью, а дальше написано, и дух ваш, и душа, и тело во всей целостности будут сохранены, так в греческом написано, без порока, то есть абсолютно неповрежденными. Неповрежденными. До пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну реально. Но обетование же. Не с начальником надо разговаривать, а с Богом. Тогда Он нас отделит. Мы перестанем духовно зависеть от этого мира. Ну то есть материально да, потому что мы здесь живем. Мы посланник Иисуса на этой земле. Представляете, посол сегодня приезжает, скажем, посол какой-то другой страны. Приезжает сюда. Ну откуда у него еда-то будет на столе? Ему же не будут спецрейсом каждый раз привозить. Он все равно должен сходить в магазин, что-то купить. А если карантин? Откуда принесут? Вот тогда привезут. Спецрейсом. Если карантин. Ну а так еще запасы есть. К чему это? Что когда мы находимся вне нашего государства, а наше государство небесное, если что, если кто не помнит. Гражданство у нас небесное. Мы, да, материально пользуемся благами того места, где мы живем. Ну так ведь. Мы пользуемся этими дорогами, этими домами, этими этой едой. Все мы пользуемся тем же самым. Это и одеждой, в конце концов. Там-то такой не будет. Там гуччи нету. Если кто не знает. Там у всех все одинаково. Женщинам не нравится. Все в одном и том приходят. Ну да. Женщинам не нравится. Но пока мы здесь, мы материально здесь. Но духовно у нас должен быть это. Wi-Fi с нашей страной. Не Wi-Fi, VPN называется. Выделенная линия. С нашей страной, с нашим гражданством. Мы оттуда должны получать поддержку, информацию, подпитку, деньги в конце концов. Многие проповедуют о небесном банке. Ну окей, называйте его так. Но Бог вам не вышлет там пачку купюр. Он вам откроет окно возможностей, где вы сможете их взять. Только нужно быть чутким к тому, что он говорит. И дальше написано, он все это заключает, потому что верен призывающий вас, который и сотворит сие. Амин. Потому что написано, верующий в меня не постыдится. Вот представьте себе, почему люди боятся говорить, что они верующие люди. Потому что неверующие с распальцовками ходят и говорят, ну и что тебе твой Бог дал? Где твоя вилла на Канарах? Где твой самолет личный? Понимаешь? А мы думаем, ну да. Вот стыдно становится. А Бог говорит, верующий в Него не постыдится. Почему? Потому что Он покажет на каком-то этапе в жизни каждого разницу между служащим Богом и не служащим Богом. И вот тогда стыдно будет совсем не нам. Мы как раз будем гордиться тем, что мы служили Богу верно, до последнего, и венец жизни вечной принадлежит будет нам. Знаете, когда вот в последний день все придут, эти распальцованные на Мерседесах туда приедут, знаете? Ну, кто с чем вознесется, как бы, да? И там будут венцы раздавать. И вот Он так посмотрит на нас и скажет, ну что, ты опять пешочком, да? Ну смотри. И мы проходим, и Иисус говорит, это со мной. И венец на нас. А ему говорят, я никогда не знал вас, во тьму внешнюю. Там плачет, скажем так. Он говорит, как же, а Мерседесы? А все, она добыла раньше. И вот тогда мы не постыдимся. Но наша задача, в том числе, и им проповедовать, нашего Бога. И на этом нужны силы. И на этом нужно усилие, к этому нужно усилие прилагать. К этому нужно, об этом нужно помнить. Это нужно держать постоянно в голове. И Бог дает нам, и хотение, и делание. Вот давайте за это будем молиться, чтобы Бог побудил нас хотеть и делать. Потому что хотеть мы все хотим. Говорит, опять хочу в Париж. Что, уже был? Говорит, нет, уже хотел. Так вот, нам нужно, чтобы мы делали, а не хотели. Потому что хотеть-то мы хотим, а вот делать не всегда. Давайте за это будем молиться. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешь нам славу свою, Господь. За то, что Ты раскрываешь нам обетование свою, и в полной мере во всем, что мы делаем, Господь. Мы благодарим за то, что Ты даешь нам и хотение, и делание каждый день, Господь. И дай нам мудрость, и дай нам понимание, дай нам откровение, чтобы мы видели дела Твои в нашей жизни, Господь. Мы хотим просто больше их замечать, благодарить Тебя за все, Господь. Во всем видеть проявление Твоей заботы о нас, Господь. Просто, чтобы у нас появилось какое-то селективное зрение, чтобы мы не замечали всей этой мирской суеты, Господь. помоги нам достичь этого господь потому что иисус ходил по этой земле в такой же плоти как и мы господь но дух его был настолько силен что он не замечал ничего плохого господь вокруг себя и он видел во всех грешниках и во всех нечестивших он видел ценность которую каждый человек представляет относительно тебя господь дай нам видеть то же самое в людях и не делить их на своих и чужих на плохих и хороших господь дай нам эту мудрость проповедовать евангелие там куда ты сам хочешь первым идти будем благодарен тебя за то что ты даешь нам эту силу и имени твоему господь повинуется все небесное земное преисподние потому что ты господь дал это имя каждому из нас как пропуск в небесное царство господь и нет другого имени под этим солнцем под этим небом который нам суждено было бы спастись еще в пустыне евреям ты говорил что это нужно провозглашать на каждого чтобы имя твое было на каждом члене сообщества израилево чтобы они были благословлены и защищены на протяжении всего этого длинного пути в пустыне написано что не было болельщик среди них и не было ни как ни одного изношенного платья ни одной стёршейся обуви господь мы хотим пройти этот путь достойно достойно без ропота господь дай нам это я сейчас провозглашаю это повысловение арона на каждого из нас и ябарихиха одוני וישмериха исса одוני פנה וליך יאר одוני פנה וליך ויחוניך ויישם לך שלום בשם ישוע משיח מלך המלאכים אדון האדונים לעולם ועד אמן шabbат шалом